Маск перевозит Тесла в Техас и снова отложил выпуск Сайбертрак и Сэмми. SpaceX приступила к созданию следующего прототипа ракеты Супер Хэви. Тетра показала испытательный полет электролета МК-5. Винг построила дрона-порт на крыше торгового центра. Эти и другие темы прямо сейчас. Досматривайте это видео до конца, подписывайтесь на канал. Ну а мы начинаем. На встрече с акционерами гендиректор Тесла Илон Маск заявил о том, что компания сменит место своей регистрации. Вместо Пало-Альто, штат Калифорния, штаб-квартира теперь будет располагаться в Остине, штат Техас. То есть налоги Тесла теперь будет платить в Техасе. Но полностью покидать Калифорнию с властями, которые отношения у Маска не сложились, компания не будет. Мощности завода в Фремонте будут расширены. Маск также сообщил, что серийный выпуск пикапа Сайбертрак, электротягача Тесла Сэми и новой модели Родстер удастся наладить не ранее 23-го года. Акционеры все утвердили, но потребовали от Маска что-то сделать с управляющей Тесла-командой. Она слишком мужская и слишком белая. Также недавно Илон Маск заявил, что до смерти хочет построить сверхзвуковой электросамолет. Глава компании Тесла и SpaceX, оказавший влияние как на автомобильную индустрию, так и на освоение космоса, возможно обратил свое внимание на малую авиацию. Интерес для него представляет электролеты с вертикальным взлетом и посадкой. Хотя возможности начать работу в этой отрасли у Маска пока нет. Одной из особенностей предпринимателя является его способность принимать нестандартные решения, которые поначалу кажутся несколько диковинными. Предприниматель Питер Диамандис спросил в Твиттере своих подписчиков, какое новое занятие могло бы быть достойным главы Тесла и SpaceX. Один из ответов дал сам господин Маск. «Я до смерти хочу построить сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, но дополнительная работа мне взорвет мозг». Продолжая тему компании Маска, хотелось бы сказать пару слов о SpaceX. Несмотря на жалобы и иски от компании Blue Origin Джеффа Безоса, SpaceX и Лана Маска продолжает активно развивать амбициозный проект межпланетного корабля Starship и готовится к его первому орбитальному полету. На этой неделе команда инженеров, работающая над созданием прототипов ракет на звездной базе в Техасе, выкатила структуру для потенциального первого ускорителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor. Сверхтяжелая ракета Super Heavy представляет собой классическую первую ступень и будет использоваться только для запусков космического корабля следующего поколения Starship с Земли и, возможно, будущих плавучих космодромов для морского старта. К концу 2022 года японская компания Tetra Aviation планирует начать поставки одноместных электрических летательных аппаратов с возможностью вертикального взлета и посадки. Пока что производитель опубликовал материалы испытаний машины в Калифорнии. Легкий электролет МК-5 предназначен для пилотов массой до 91 килограмма. Узкая кабина размещена между двумя парами длинных крыльев. На переднем и задних парах крыльев размещены 16 силовых установок, на каждой из которых по два подъемных ротора, что в общей сложности дает 32 винта, отвечающих за вертикальный взлет и посадку машины. Один дополнительный винт в задней части аппарата обеспечивает ему горизонтальную скорость до 160 километров в час. На борту имеется аккумулятор емкостью 13,5 киловатта часов, благодаря которому запас хода МК-5 составляет 160 километров. Большое число двигателей позволяет говорить о существенном запасе мощности, который может оказаться полезным в экстренной ситуации. А в качестве крайней меры на борту предусмотрен парашют. Компания заявила, что уже получила некоторое число заказов на МК-5. Первые поставки электролетов клиентов запланированы на конец 2022 года. Компания WING построила на крыше торгового центра в Австралии взлетно-посадочную площадку для дронов, доставляющих еду, а также медикаменты и другие товары. Использование крыши здания позволяет быстрее передавать товары на доставку и не искать отдельное открытое место для строительства дрона-порта. WING – компания в составе холдинга Alphabet, в который также входят Google, Waymo, DeepMind и другие технологические компании. За последние годы компания развернула тестовые сервисы доставки в Австралии, Финляндии и США. До недавнего времени WING использовала для доставки только наземные дронопорты, небольшие площадки, на которых могут разместиться 10-20 дронов. Недостаток этой схемы заключается в том, что перед доставкой дроном товары, например, готовую еду или лекарства, необходимо сначала доставить из заведения до взлетно-посадочной площадки. Теперь WING начала тестировать новую схему, которая практически устраняет этот этап. Она построила дронопорт прямо на крыше торгового центра Гранд Плаза во австралийском городе Логан, где у компании развернут сейчас крупнейший сервис. Новый дронопорт состоит из площадки, служебного помещения в формате грузового контейнера и лестницы. Всего на крыше есть место для 16 дронов, на каждом из которых есть зарядная площадка и большой матричный код, по которому аппараты ориентируются во время посадки. Для отправки сотруднику нужно подняться по лестнице из служебного дворика торгового центра и повесить на лебедку дрона контейнер с посылкой. WING рассказала, что уже месяц тестируют такой формат, и за это время ее дроны перевезли 2500 посылок. Во время тестирования они доставляли лишь еду из трех кафе, а теперь также начнут перевозить безрецептурные лекарства, средства личной гигиены и косметику. Американские инженеры научили двуногого робота с пропеллерами летать и кататься на скейтборде. Благодаря пропеллерам он может перелетать через препятствия и стабилизировать себя, когда ноги касаются поверхности. Робот имеет небольшие размеры и массу 75 сантиметров в высоту и 2,6 килограмма. У него есть две ноги и верхняя часть, которая может наклоняться относительно них. В верхней части располагается четыре пропеллера. Они установлены не параллельно поверхности, а наклонены в сторону от головы. Это снижает эффективность пропеллеров в создании подъемной силы, но зато улучшает стабилизацию при ходьбе. Конструкция подобрана таким образом, что центр масс располагается в перемычке между верхней и нижней частями. У Леонардо есть два параллельных контроллера движения для ходьбы и полета. Во время ходьбы большую часть веса принимают ноги, а пропеллеры лишь помогают стабилизировать ходьбу с учетом расположения ног в конкретный момент. При переходе в режим полета управление передается соответствующему контроллеру, управляющему роботом как обычным квадрокоптером. Благодаря камере глубины робот может передвигаться автономно. Шведская компания ABB объявила о начале коммерческого производства сверхскоростной зарядной станции для электромобилей Terra 360. Максимальная мощность модели составляет 360 кВт, что позволяет полностью заряжать батарею рядовому электромобилю за 15 минут и добавлять 100 км пробега всего за 3 минуты. Благодаря модульной конструкции силовых блоков и динамическому распределению мощности одна станция ABB Terra может одновременно заряжать 4 электромобиля. При этом среднее время зарядки вырастет только до 30-40 минут. За это время водитель сможет посетить торговый центр или не спеша перекусить. Благодаря своим характеристикам данная станция также может использоваться бизнес-клиентами с автопарком из электромобилей, предназначенных для доставки, такси и кардшеринга. Каждая зарядка оснащается LED-индикацией режимов работы, а также экраном с отображением текущей мощности заряда, состоянии аккумулятора и временем до конца зарядки. На этом у меня все новости, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно ставьте ему лайк. По традиции я рекомендую вам подписаться на канал и жать на колокольчик. Не забывайте переходить по ссылкам на наши полезные ресурсы. Их вы найдете в описании. Ну а с вами был, как всегда, Андрей. Желаю вам позитивного настроя на эту осень. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok